Сегодняшняя лекция будет посвящена, вот она называется, язык XML. Вообще мы поговорим просто о том, как правильно хранить текстовые данные, поговорим про историю подхода к этой проблеме и то есть я расскажу не только про XML, но также про технологии, которые связаны с XML и про некоторые альтернативы. Когда мы на первой лекции разговаривали про историю Unix систем, я говорил, что тот шаг, который был сделан там в 70-х годах, когда данные перешли от хранения данных в бинарном формате к обработке в том числе и текстовых форматов, то есть полностью они конечно никогда не переходили, но стали работать в том числе и с текстовыми форматами. Это был очень большой шаг, потому что появились некоторые данные, которые мог одновременно обрабатывать компьютер и обрабатывать пользователь. То есть пользователь, не знаю, если вы читаете какие-нибудь файлы конфигурации, то вы можете его прочесть и понимаете, что там содержится. Если там какую-нибудь директорию вам нужно поменять, вы просто меняете строчки и вы понимаете, как это будет работать. То есть это большой шаг, ну я не знаю, пользователем или, наверное, компьютера, да, компьютера по направлению пользователя. Вот. Значит, ну, как всегда, когда появляется некоторая технология, появляется множество ее реализаций, и поэтому вы знаете, что существует миллионы различных форматов файлов конфигурации от каких-нибудь простых файлов конфигурации, там, ну, условно говоря, и не файлы, когда вы пишете пары вида ключ-значения, да, то есть у вас там key равняется value, скажем там, install.dir равняется там чему-то. Вот. Это простой формат. Бывают, конечно, намного более изощренные. И, к примеру, если вы будете смотреть, как генерируются конфигурационные файлы в какой-нибудь, вот, к примеру, в системе SendMail, которая отвечает за посылку почты в Unix, то вы ужаснетесь. То есть для того, чтобы написать эту конфигурацию, надо, значит, изучить курс грамматик, потому что там конфигурация – это сложная некоторая такая программа, и сейчас уже даже их никто напрямую не пишет, а используют для этого припроцессор, который, значит, запускается на некоторой другой конфигурации. То есть это все очень непросто. Ну, и это одна сторона медали. Вторая сторона медали заключается в том, что, ну, действительно, да, простым форматом некоторые вещи не описать, потому что если у нас тут один уровень вложенности, то какие-то сложные, структурно сложные объекты не описать. Но при этом, да, это объясняет, почему появляются сложные форматы. Вот. Но вторая сторона медали – то, что этих форматов миллион, да, и через некоторое время вы привыкаете там читать некоторые распространенные форматы, ну, и не файлы там более-менее все умеют читать, какие-то более сложные, там, тот же XML. Думаю, ну, вы встречались, наверное, тоже умеете немножко читать. Ну вот. И пользователь к некоторым привыкает достаточно быстро. Но еще же надо программно с ними работать. И, опять же, у всех форматов какие-то есть тонкости. Вот. И поэтому всегда в какой-то момент становится вопрос о стандартизации. О стандартизации какого-то формата. Значит, вот один из таких форматов, про который будем говорить, это формат, значит, изначально был разработан некоторый формат в компании ABM, назывался он, GML, это Generalized Markup Language, который описывал… То есть это был стандарт некоторого языка, который обладал достаточной мощью, чтобы описывать иерархические структуры и иерархические данные какие-то. Вот. Но это был такой приватный стандарт. После этого в 80-х на основе этого стандарта был разработан другой язык, который уже являлся общим и как бы полностью открытым. И за его разработку отвечала не одна какая-то фирма, а там какой-то очередной консорциум. Мы сегодня будем много говорить про различные консорциумы, в смысле упоминать. Вот. И был разработан специальный язык, который позволял не только описывать некоторые данные, но также описывать языки для описания некоторых данных. То есть это был и язык, и обобщенный мета-язык. То есть он позволял определять языки разметки. Ну вот здесь пример. Есть язык HTML и XML. Они оба произошли от SGML. При этом HTML – это приложение SGML. То есть этот язык можно описать при помощи SGML. Вот. HTML – он написан на языке SGML. А XML – это некоторое подмножество. То есть вот что-то написано на языке XML – это в соответственности, в том числе и описание на языке SGML. У SGML есть всяческие другие форматы. Ну вот, наверное, самый популярный этот SGML-докбук, который позволяет писать документацию. И путь всякой документации написана в этом формате. И бонус того, что документация пишется в этом формате, что ее можно всегда сконвертировать в кучу других форматов. И то есть, если у вас есть документ в таком формате, вы можете получить из него все, что вы хотите. Там, условно, PDF, PostScript, документ Microsoft Word, ну и, в общем, как бы все, что вам захочется. Ну вот и второй формат – этот Z-формат типография и документирование. Значит, немножко поговорим о структуре. Так как это все более-менее потом будет проецироваться на XML, значит, надо понимать, что SGML и сейчас существует. Да, это не то, что язык разработан в 80-е и забытый в тот момент, когда появился XML. XML – это некоторое подмножество, которое было выделено из SGML для того, чтобы работать с интернетом. То есть, XML изначально создавался в прицеле на развитие интернет, потому что, когда у вас есть распределенная система, то вам всегда нужно специфицировать формат данных, которые вы передаете друг другу. Если у вас есть два компьютера, которые там работают на разных платформах, на разных… ну, знаете, у них разные процессоры, там, разные платформы, разные операционные системы, они, тем не менее, могут друг другу общаться, если мы определим формат данных, которые они присылают. Значит, вот структура SGML, она состоит из четырех частей. Значит, это некоторая декларация, которая описывает, какие вообще у нас символы-ограничители являются символами языка. Дальше это document-type-definition, определяет синтаксис и конструкцию языка разметки. Значит, document-type-definition, она также присутствует и для XML, я потом покажу примеры, что это может быть. Дальше это описание семантики вот этой разметки, то есть мы описываем, что соответствует каждому элементу. Ну и так же, как в XML, есть требование, что у SGML документа должен быть один корневой элемент. Делается это из-за удобства, чтобы описание на языке XML соответствовало некоторому дереву. У дерева должен быть корневой элемент, соответственно, и здесь тоже мы выделяем один элемент корневой. То есть, ну, грубо говоря, если там, вы какой-то документ преобразовывали, и вот в вашей модели получилось, что там много корневых элементов, но создайте один еще узел, который не несет никакой информации, но просто будет общим, общим предком для всех. Ну, вот какой-то пример, значит, XML, у SGML. Вот document-type-definition, который описывает, что есть элемент line, что lines, соответствующий вот этому, есть элемент… Ну, давайте я здесь не буду много останавливаться. Вот, значит, если здесь описать вот только первые две части, да, то это будет соответствовать простому вот такому документу, у которого есть tag lines, и внутри него могут быть теги line. Вот. Если добавить сюда некоторые дополнения, то это позволит нам в терминах SGML определить язык, вот это очень похоже на XML, да, это… то есть в XML было бы точно так же. А вот здесь показывается, чем SGML сильнее, ну, вот, к примеру, благодаря вот такому DTD можно определить язык, в котором будет такой тег, а каждая строчка будет соответствовать тегу line. То есть вот с точки зрения такого определения эти два файла одинаковы. То есть просто каждой строчки… Ну, вот здесь написано, что, значит, вот к концу строчки соответствует line, конец, что одна строчка соответствует line, и что-то еще. Вот. Значит, это для того, чтобы показать просто… Ну, чем язык сильнее, в действительности, если крутить DTD, можно отказаться и от стандартных тегов, и заменить их на какие-то другие, хотя вот такой синтаксис является предпочтительным с точки зрения спецификации. Ну, в принципе, можно там любые знаки ввести, и в этом смысле язык из ГМЛ очень-очень широкий. Можно описать более-менее все, что хотите. Вот. Значит, опять же, то, что язык очень широкий, это и хорошо, с одной стороны, да, потому что позволяет нам описать все, что угодно, с другой стороны, это и плохо, потому что любая вещь, которая очень пространно объявлена, с ней очень тяжело работать. Поэтому, когда дошло до приложений, то есть потребовался язык, который действительно будет использоваться в куче приложений, которые нужно уметь достаточно быстро обрабатывать, и при этом он должен быть достаточно простой. Вот. Выбрали некоторое подмножество этого языка и стандартизировали его как язык Extensible Markup Language, значит, расширяемый язык разминки. Вот. Значит, здесь появляется некоторый консорциум W3C. Это такой консорциум, который занимается стандартизацией всего, что связано с вебом. Вот. Более-менее все языки, там, HTML, CSS, всяческие, XHTML и куча всего, оно стандартизируется вот этой вот организацией. Это специальная организация, которая занимается вот только тем, чтобы, значит, стандартизировать всяческие штуки, связанные с вебом. Очень полезно как-нибудь зайти на их сайт, посмотреть, во-первых, что они стандартизируют. Там есть полезная возможность, если у вас есть какой-то сайт собственный, проверить его на соответствие стандарту. Ну, с большой вероятностью ваш сайт не пройдет эту проверку. Ну, там, проблема, скорее всего, будет в каком-нибудь, что вы в теге image забыли. Там нужно указывать альтернативное название в том случае, если картинка недоступна и что-то еще. Что-то, что является обязательным. Вообще работа по стандартизации – это, в общем, большая работа. И если бы всего этого не было, то интернет был совершенно другой. Было бы десятки броузеров, которые друг с другом не умеют работать. То есть писали бы сайт под один браузер, при этом он совершенно не работал бы под другой. И такая ситуация была в действительности. Это ситуация в конце 90-х, когда сайт, написанный под Internet Explorer, не работал бы на других браузерах совершенно точно. Потому что он использовал бы какие-то конкретные функции и особенности Internet Explorer. И сейчас, понятно, писать сайты – это большая головная боль, потому что нужно знать особенности разбора, всяческих недокументированных случаев различных версий. И если посмотрите какой-нибудь серьезный сайт, то там где-нибудь будет большой ив по версиям и обработке каких-то ошибок. Закончим отступление лирическое. Вот такой язык был стандартизован. Какие задачи ставились? Это должен быть язык с простым формальным синтаксисом, удобный для создания и обработки документов с программами, также удобный для чтения и создания документов человеком. То есть одновременно пытались создать формат, который был бы и легко его читать программам, и легко его читать человеку. Ну и вот это нацелено на использование в интернете. Как XML устроен? Там выделено пять специальных символов. Это знак меньше, знак больше, амперсанд, кавычка и два кавычка. Вот эти специальные символы, они заменяются в тексте вот такими последовательностями, называется entity. Дальше вот эти специальные символы, если мы хотим много специальных символов использовать, есть такая возможность использовать секцию sedata. Вот внутри этой секции вот этих квадратных скобок можно написать все что угодно, используя свободно знаки меньше, больше, амперсанды и так далее. Как устроена структура XML? Обычно XML начинается со строчки, указывающей версию XML и кодировку. Значит, кодировка – это очень важная вещь. Стандарт требует от любой программы, работающей с XML, работать с двумя кодировками. Это UTF-8 и UTF-16. Ну вот если вы когда смотрели какие-нибудь, не знаю, там, RSS, к примеру, очень много по старинке пытается RSS выгружать, там, CP-1251, к примеру. Это все, конечно, круто, но это прошлый век, потому что, ну, других кодировок, кроме Unicode кодировок, быть не должно. Может быть, у нас будет отдельная лекция по этому поводу, на которой я расскажу вообще про, что такое Unicode и какие бывают кодировки и зачем все это. Вот, значит, здесь небольшое жульничество, когда я говорю про лог. В действительности, вот здесь вот еще в начале иногда добавляют пару байтов. Зачем? Знаете? Что? Да, в самом начале, в самое начало файла иногда добавляют пару байт. Добавляют пару байт, чтобы указать порядок байтов. Порядок байтов может оказаться разный в зависимости от того, на какой платформе вы. Но это особенно касается кодировки UTF-16, потому что эта кодировка двубайтная, и, соответственно, на разных платформах разный порядок этих двух байтов. Здесь вот добавляют специальный знак, который определяет порядок байтов. А вот вопрос. То есть вот если кодировка указывается в первой строчке, то каким образом, а партия определяет кодировку, а должна быть читана первая строчка, чтобы понять... Ну, все кодировки, они являются... Сейчас. Понимает, что UTF-8 или UTF-16 по начальным байтам. Эти байты обычно добавляются в хорошие парсеры. Если нет, то можно просто прочитать первую строчку и понять количество нулей в ней. Если после каждого второго символа стоит ноль, то это UTF-16. Ну, нет, на первой строчке не могут быть никаких символов других кодировок. Здесь все определено в Latin-1. То есть если эта кодировка мультибайтная и, скажем, ну, или какой-нибудь там CP-855, то здесь не могут встретиться символы, которые выходят за первые 127 символов из-за ски. Так, дальше, значит, такой вот пролог. Комментарий. И дальше идут элементы. Значит, элементы структурной единицы. У границы элементы задаются тегами. Открывающий тег, закрывающий тег. У открывающего тега кроме имени могут быть атрибуты. Вот они таким образом перечисляются. Значит, имя атрибута — это его значение. Внутри может находиться некоторый текст. Как я говорил, так же, как в SGML, в XML требуется наличие корневого элемента. В том случае, если у нас внутри элемента никакого содержимого нет, можно записать тег сразу же открывающий и закрывающий. В данном случае в конце тега ставится слэш. Значит, что такое DTD? Я показывал уже, но вот давайте DTD, который касается XML. Что-то у нас тут не влезло немножко. Конец. Вот есть описание. Давайте поподробнее разберем. Описание документа AppDefinition для некоторого XML. И вот это соответствующий XML, который удовлетворяет этому документа AppDefinition. Значит, что здесь написано? Что есть элемент PeopleList, у которого внутри может быть от нуля до бесконечности. Вот эта звездочка означает. Это похоже на регулярное выражение элементов типа Person. У каждого Person может быть name, и это обязательный параметр. BirthDate, Gender и Social Security Number являются необязательными. То есть, если я здесь их не укажу, то это будет тем не менее корректный XML. Вот. Ну и дальше описано, что такое, значит, для каждого элемента здесь name, birthDate и gender. Они все описаны как PCData. Это означает, что содержимое между тегами является значением этого параметра. Вот. Очень простой DTD. Соответственно, если я хочу после этого создать XML с этим DTD, я указываю здесь в специальном теге doctype, указываю, что мой XML соответствует этому DTD. Зачем я это делаю? Делается это за тем, чтобы понять, является ли XML, который вам передали, корректным. Это важный момент в действительности. Когда у нас появляется некоторый общий формат, надо еще научиться понимать, передали ли тот текст, который у нас есть, то есть удовлетворяет ли он формату. Соответственно, в данном случае мы можем это понять, посмотрев на эту DTD. Да. Значит, это способ определения типа содержимого XML, который унаследован от SGML. Он не очень хороший. Ну, во-первых, для него нужен некоторый отдельный парсер. Во-вторых, он не очень мощный. Здесь, наверное, не все удобно описывать. Что делается обычно в таких случаях? Ну, строится язык для описания XML на самом XML. Это называется XML Scheme. Имеет расширение обычно XSD или XML Scheme Definition. Вот. Это спецификация, которая рекомендуется для... Ну, вот рекомендуется этой консорцией в ITP3C. То есть, если вы будете писать какую-то программу, которая будет работать какими-то сложными XML-ами, то лучше описывать сразу же в XSD. Ну, значит, вот такое описание некоторого XML уже на самом XML. Здесь описывается, что есть элемент country, type country, есть описание самого типа. Да, в отличие от предыдущего описания, когда мы просто описывали, что это текст, здесь мы можем задавать некоторые типы. И, к примеру, если вы задали поле, там, условно пол, да, то вы можете указать, что возможно только два значения. И тогда значение корректности, оно становится более широким. Вы не только проверяете, что структура вашего документа удовлетворяет структуре, которая описана в схеме, но также удовлетворяете, что все значения соответствуют тем значениям. Да, то есть, к примеру, можно... Вот здесь вот, X-element population, мы используем предопределенный тип decimal, который говорит, что вот здесь может быть только число с точкой. Да, если здесь будет не число с точкой, и тогда у вас все сломается. Значит, зачем это нужно? Ну, представьте, что вы описываете некоторый веб-сервис. Вы хотите, чтобы этот веб-сервис умел работать с любыми операционными системами. Ну, вот классический пример — это сервис, который предоставляет текущее время. Да, значит, какие у него будут входные параметры? Ну, входные параметры у него будет таймзона. Соответственно, очень простой XML. Но таймзона, она определяется условно... Europe Moscow — это наша таймзона. То есть у него есть некоторый формат, и можно проверить, перед тем, как парсить этот XML и выбирать этот таймзон, можно проверить, что просто удовлетворяет этому формату. Потому что если нам прислали какой-то другой XML, нам на него реагировать никак не нужно, кроме как сообщить о том, что нам переслали XML в неправильном формате. вот. Значит, собственно, этот механизм намного более мощный. Следующей вещью связанной... Да, значит, сейчас я буду рассказывать про различные технологии, которые начинаются на букву X. Это все технологии, которые связаны с XML. Все они почти стандартизированы W3C. И они очень полезные все, да? Значит, если вы работаете с XML. Значит, первая технология — это XSLT. Мне почему-то кажется, что у нас не все влезает, потому что... Да, так лучше. Значит, XML — это универсальный формат, на котором можно описать более-менее любую структуру. Кстати, может сложиться впечатление, что там можно описывать только всяческие древесные структуры. Это не так. То есть, действительно, описание на XML, оно естественным образом представляется в виде дерева, но при этом можно указывать различные ссылки, к примеру, да, и таким образом добавлять ссылки, которые сделают из этого DAC, или какую-нибудь другую топологию, необязательно древесную. Значит, XSLT — это язык, который описывает трансформацию XML. На XSLT будет домашнее задание. Нужно будет описать некоторую трансформацию. Зачем это нужно? У нас есть некоторый универсальный язык, с которым умеют работать, условно, ну, большое количество программ. Но пользователь иногда хочет получить эти данные в каком-то другом формате. К примеру, если у вас есть описание товаров в веб-магазине в виде XML, да, и этот формат очень легко получить, можно выгрузить там из какой-нибудь базы данных прямо в XML. После этого вы хотите эти данные превратить в страничку, на которой был бы список этих товаров. Вот. Можно сделать это двумя способами. Можно писать программу отдельную, которая вот такой XML, там распарсит при помощи какой-нибудь специального парсера и выдаст вам нужную HTML. А можно поступить проще. Можно описать, как вот эта страница соответствует, как вот этот текст, как этот документ XML соответствует HTML прямо методами XML. И после этого не писать никакую программу, то есть описать только вот эту декларативную часть, то есть о том, что каждый там элемент item переходит вот в такой div там с такой разметкой. И после этого запустить программу, которая делает следующее. Она получает на вход XML и XSLT и получает тот формат, который вы хотите. Ну, к примеру, HTML. Вот. При этом здесь может стоять что-то другое. Необязательно HTML. Может быть какой-то другой XML. Может быть какой-то формат, который вы захотите. То есть язык описания XSLT, он достаточно емкий для того, чтобы писать какие-то разумные преобразования текстовые. Вот. Следующая технология — это XPath. Не всегда, когда у нас есть некоторый документ, мы хотим обрабатывать его полностью. Иногда нам нужно выделить только некоторую часть. Но условно, если у нас есть задача посчитать среднюю стоимость всех наших товаров, и вот у нас есть большая XML, то нас не будут интересовать никакие параметры, кроме стоимости товаров. Соответственно, надо каким-то образом научиться задавать такие маски или какие-то пути в XML, которые нас интересуют. Вот здесь пример, как по XML можно задать некоторый запрос, вот так он будет записан, который будет соответствовать только вот этим двум тегам. При этом язык очень простой. Мы указываем путь в терминах обычного Unix-пути, указываем, что здесь мы можем пропускать сколько угодно других тегов, и дальше указываем, что нам нужен span с параметром class. То есть вот такой запрос, он будет с атрибутом class, он будет соответствовать вот этим двум span, но не будет соответствовать вот этому. Что? Я обговорился. Это один мы пропускаем здесь, а если два, то это было бы две звездочки. Один, но в смысле любой. Так. Вроде бы, да? Ну да. То есть это значит, что третий должно лежать на третьем уровне вложенности после тегов HTML body. Следующий формат — это формат xQuery. Значит, это такой язык запросов, который позволяет по XML получать, ну тоже какие-то документы строить. Ну вот, к примеру, в данном случае на xQuery написан код, который генерирует HTML. По описанию Гамлета на языке XML мы, значит, перебираем все акты, перебираем в каждом... Ну, в смысле, акт — это пьеса, да, значит, там есть несколько актов. Мы перебираем в каждом акте, перебираем тех людей, которые говорят, ну, в том смысле, что в пьесе, да, там прямая речь всегда, и указывается от кого. Мы перебираем всех таких людей, выбираем из них различные значения, вот, и, значит, соответственно, прописываем для каждого... Ну, понятно, для каждого акта мы записываем его название в H1. это тег, который соответствует заголовку в HTML, и дальше прописываем каждого спикера, то есть тех людей, которые нам говорят. Да, значит, вот это получается HTML, в котором содержится для каждого... для каждого акта содержится его название и имена всех, кто там в этом акте участвует, как список. Вот. Тоже такой язык, который использует XML как свою модель, то есть то, на чем он работает. Хорошо. Значит, если вам потребуется работать с XML в вашей программе, то у вас будет несколько выборов. Ну, первый выбор — это нужно выбрать... тот подход, который вы будете использовать при парсинге. Второй выбор, более широкий — это вы должны выбрать конкретный парсер. Для каждого языка программирования существует множество различных парсеров XML. Зачастую такие парсеры просто встроены в стандартную библиотеку. Вот. Значит, ну, про конкретные парсеры нам не очень интересно. Давайте поговорим про два основных подхода. Существует два основных... две основные идеи того, как можно парсить XML. Первая идея называется DOOM Document Object Module. Это очень естественная идея, когда мы по некоторому XML, ну, то есть у нас там... People's... Давайте так... People... Person... Ну, вот у меня XML очень простенький, в нем два каких-то человека описано. Значит, какая модель будет поэтому построена? Будет построен просто дерево, в котором каждый узел соответствует элементу XML. То есть будет построен узел People, у которого будет два ребенка Person и Person с соответствующими данными. Если бы там внутри тоже были какие-то теги, ну, соответственно, там пошло бы какое-то ветвление. То есть объектная модель, которая строится, она соответствует вот древесной структуре XML. Это очень естественный подход в том смысле, что очень просто над таким представлением работать. Ну, если у вас там есть какая-то операция там перечисления чего-то, ну, пишите рекурсивную функцию, которая по этому дереву ходит, и все вам находит. То есть очень естественно для понимания и для работы. Но есть некоторая проблема. Она заключается в том, что этот подход плохо работает, когда у нас большой XML. Потому что для того, чтобы эту модель построить, ее нужно одновременно вам в памяти построить некоторый объект, который по размеру как минимум как ваш XML. Ну, просто он содержит все имена. А в действительности зачастую намного больше, потому что вот там вы создаете какой-то объект вашего языка программирования, он держит в себе кучу данных. Соответственно, если у вас там будет XML в десяток гигабайт, вряд ли вы сможете... Ну, десяток. Ну, не знаю, лог запросов в поисковой системе за один день. Вот. Соответственно... Они не в XML пишут, конечно, но условно, да. Не знаю. Я уверен, что если вы посмотрите какие-нибудь биржевые проводки, они вполне возможно пишут это в XML, и там этих проводок очень много. Построить такую модель в памяти непросто, то есть просто иногда невозможно, ну, а главное, что не всегда нужно. То есть вам не всегда нужно просто вот одновременно держать в памяти весь документ. Поэтому придуман другой подход, называется SAX, Simple API for XML. Это подход, который позволяет вам вклиниться в парсер. То есть у вас есть некоторая программа, которая читает XML. И эта программа определяет некоторые события. События примерно следующие. Я прочитал открывающий текст с таким-то именем. Я прочитал закрывающий текст с таким-то именем. Я прочитал текст, соответствующий вот этому тегу. Я там читаю атрибуты этого. Вот. Значит, парсер определяет такие события. А ваша программа может на них подписаться. И, соответственно, таким образом вы можете подписываться только на интересующие вас события. Если вас интересуют только теги person, но никакие другие теги, которые там есть, вы подписываетесь на событие, открывающий тег, и проверяете. Если имя тега не person, вы просто ничего не делаете. Но прочитать нам все равно его придется. Прочитать. Но не значит, что нам держать надо в памяти. Нет, но может оно как-то будет еще внутри себя, или быть ссылочек, как раньше, вот person, а серийный металл? Нет. Ну, я не знаю, как работают там все парсеры, но я знаю там, примерно, как работает парсер из C. Есть такая библиотека. Xpad. Она очень простенькая и очень легкая. То есть ее, если вам нужно будет писать приложение для телефона, скажем, на C вдруг, то вот это та библиотека, которую можно спокойно просто вкомпилировать, потому что она небольшая. Она делает следующим образом. Она сама внутри себя памяти не выделяет. Вы ей передаете буфер, она его читает, и, соответственно, вызывает эти события. Соответственно, у нее собственной памяти нету, ничего делать она и не будет. Это очень удобно, и вы таким образом гарантируете, что на чтение любого размера XML вам не потребуется... То есть они возможно построить такой XML, какой-нибудь очень хитрый, который бы заставил вот этот... Ну, вот... Как это называется? Ну, а событийные модели... А сохранить... А есть XML о памяти? То есть вот... Сейчас. Вопрос, как при помощи событийной модели сохранить XML памяти или что? А может быть, существует какой-то такой титрый XML, но ему можно написать, который бы заставил вот эту модель, а тем не менее, а сохранить, ну, скажем так, сравнимое количество аппартии, а затратить на обработку этого XML? Ну, а знаете, как их сложно с СОМ-троить? Нет, ну, смотрите, наверное, можно как-то, зная про API этого конкретного, ну, к примеру, сделать тег, у которого миллиард атрибутов. Да, конечно, в этот момент, ну, просто для того, чтобы прочитать этот тег, сохранить все имена этих атрибутов, чтобы передать их вам в функцию, да, придется сделать, но сохранить весь XML не получится. Вот. Как, пользуясь с АКСом, построить document object model? Ну, достаточно просто, вам потребуется стек, да, вам потребуется стек, на который вы будете класть элементы и дальше вставлять их в дерево. Собственно, никаких хитростей. Ну вот, теперь вы знаете, какие бывают выборы. Собственно, если у вас какие-то небольшие XML, там, конфиг для вашей программы, вы решили писать в XML, очень хорошо, можно спокойно использовать дом и использовать то, что вы хотите. Более аформальный свой вопрос. Ага. То есть, что дом, он тратит алимейное количество оправданности для обработки этого документа. То есть, а сак, он тратит константно, если вам тебе просто линейное, но с очень маленькой константностью? Не-не, константно. Вот именно константно. Ну, еще раз, если у нас нормальный XML, который, то есть, константное, если мы считаем, что размер тега тоже константный. Если у нас будет тег, у которого будет, ну, то есть, если у нас весь XML состоит из одного тега, понятно, у которого миллиард атрибутов и параметр, который растет, это как раз количество атрибутов одноконкретного тега, то тогда да, тогда я не обещаю. Хорошо. Какие языки основаны на XML? Ну, значит, первый, язык, это XHTML, вот, это язык, который является HTML, но при этом соответствует синтаксическим требованиям XML. Что это значит? Но в действительности HTML очень такой язык для ленивых. Он позволяет там очень много всего не делать. к примеру, если вы пишете список, то вам не обязательно закрывать каждый тег. каждый тег ли, да, потому что, ну, браузер сделает из-за вас. Понятно же, что вы имеете в виду. И вот в HTML очень много таких неявностей. Это первая проблема. значит, в XML такое быть не может. В XML каждый тег должен закрываться. Второй пример это в XML может произойти следующее. Вы можете написать, что вы хотите писать жирным шрифтом, дальше написать this, дальше включить italic, написать is, дальше прекратить писать жирным шрифтом, написать что-то еще, и потом прекратить писать italic. То есть у вас эти теги, они не вложены, они пересекаются. Значит, с точки зрения HTML это нормальное поведение. Вы можете это сделать. С точки зрения XML это недопустимо, понятно, да, то есть теги не должны быть вложены. Соответственно, писать на HTML проще, потому что там нужно меньше писать, но с другой стороны обрабатывать этот HTML намного сложнее программно. И там есть много всяческих неточностей, куча всяческих правил, поэтому разумная часть человечества давно перешла на XHTML. То есть это тот HTML, который в том числе вы сами сможете разобрать, потому что разобрать обычный HTML это большая история не обязательно с хорошим концом. Каждый браузер делает это как-то по-своему. Ну, к тому же, да, с вероятностью 100% HTML, который вы напишете, не пройдет валидность на V3C, да, то есть тут еще некоторые варианты случайности, то есть который то есть все зависит от того браузера, который, в котором вы это будете смотреть, тут надо понимать такой еще момент, что вот если вы описываете веб-сервис и запрос к нему и послали некорректный XML, то веб-сервис просто ответит ошибка и будет прав и никакой проблемы от этого не произойдет. Но если ваш браузер вдруг не покажет вам страницу из-за того, что кто-то не закрыл текли, вы расстроитесь, да, поэтому браузер всегда пытается восстановиться и в любом случае показать вам что-то. Будь там миллион ошибок, да, он может быть даже что-нибудь проругается, что там что-нибудь плохое. И если вы откроете там соответствующую консоль разработчика, там будет куча всяких ошибок. но он обязан вам что-то показать. И вы не всегда знаете о том, что там происходит. Поэтому, да, если вы некорректный HTML, это намного хуже, чем некорректный XML. Про XML всегда вы знаете. Ну, взяли, запустили Verifier, Verifier вам сказал, что он не соответствует там XSD или DTD или чему-то еще. А здесь у вас непонятно, что вы получите на выходе. Вот. Следующий язык это SOAP. SimpleObject что-то там. Access протокол. SimpleObject Access протокол. Значит, это такой протокол, который позволяет передавать объекты в XML. Я не знаю, насколько он популярен сейчас, но вот в конце, наверное, в начале 2000-х это был такой передний край разработки, что раньше данные передавались в бинарных форматах просто пересылали куски памяти. После этого начали все писать в XML и описали формат XML SOAP, который позволил писать гетерогенные системы. То есть, у вас что-то написано на Java, вы посылаете запрос туда, некоторый объект, условно, массив людей с какими-то полями. На другой стороне находится программа на перле, которая этот SOAP разбирает и создает у себя внутри такую же структуру и дальше с ней что-то делает. Это появление SOAP дало такой шаг к развитию большого различных форматов, которые на этом описаны, с этим связаны. Вот, к примеру, на базе SOAP был такой формат как-то он назывался EBXML. Это для Electronic Business. То есть, вот люди, когда посылают, у нас в стране как, у нас документы пересылают в основном в Варде, а в цивилизованных странах давно весь документооборот он построен на пересылке данных через интернет и, соответственно, там есть стандарты на то, как документы пересылаются. И вот, значит, у нас там, я не знаю, пересылать счет-фактуру, обычно для этого используется Почта России, в Финляндии используется для этого обычная, значит, там есть некоторый протокол передачи этих документов в формате, ну, в каком-то таком формате по сети и этот документ имеет такую же юридическую силу, как и обычная бумага. Соответственно, таких всяческих систем, которые связаны с Enterprise сектором, их очень много и вот языков там различных. Значит, следующий формат, с которым, наверное, некоторые сталкивались, это формат для книг. Ну, вот, FB2, есть еще EPUB и так далее, это там все форматы, в которые представляют собой некоторые XML или Z-файл, в котором лежит несколько XML, которые описывают. Это форматы книг, их несколько, которые базируются на XML. Дальше, вот формат VSDL, это Web Service Definition Language. Тоже очень полезный формат, он связан с SOAP. Это как раз тот формат, который позволяет вам описать сервис, как, то есть, ну, описать сервис на XML, зачем это делается? Ну, если вы хотите, чтобы кто-то работал с вашим приложением, то есть, некоторым сервисом в интернете, который там говорит время, там, погоду или текущие биржевые котировки, вы можете описать, написать книжку о том, значит, как с этим сервисом пользоваться. А можете просто выложить некоторую XML-ку, которая будет описывать, какие запросы поддерживает ваш сервис. После этого программист, который захочет с этим работать, условно, на языке Java, он сделает следующее. Он возьмет эту XML-ку. Он возьмет некоторую библиотеку, которых много, ну, вот, к примеру, там, для Java есть, как-то называется, Apache Access. Это библиотека, это некоторая программа на Java, она сожрет эту XML-ку и по этой XML-ке построит вам, сгенерирует Java-код, который будет представлять собой некоторый объект, который будет содержать все эти функции, работы, которые предоставляет ваш сервис. И дальше ваша программа будет уже работать с этим объектом, и вся вот эта работа по сети, там, вся сериализация данных и так далее, оно будет просто уже внутри строено. Потому что в этом формате в нем будет описано, какие типы принимает каждый запрос, какие возможные значения. И это все описано языком, который понимает компьютер. Соответственно, сгенерировать по этому какой-то код, который совсем этим работает, не то чтобы сложная задача. Я имею в виду теоретически, конечно, сделать из этого хорошее приложение это такой челлендж, но теоретически никакой проблемы нет. Если вы все описали качественно, то сгенерировать на этом код для работы с этим объектом на любом языке никакой проблемы не составляет. Если ваш язык поддерживает работу по сети, ну, в общем, все. И таких приложений много, и это действительно позволяет с сервисами общаться. Следующее приложение это RSS и Atom. В действительности и RSS несколько типов, и Atom тоже несколько. Это семейство некоторых XML-форматов, которые предназначены для лент новостей, информации из блогов и так далее. Все, наверное, слышали, что скоро закроют Google Reader. Да, вот это такое одно из самых важных приложений для чтения RSS, которое существовало. Вот. Популярный формат, если будете писать, разрабатывать какое-нибудь приложение, то всегда делайте на вашем сайте возможность подписаться на обновления, да, чтобы люди, которые заинтересованы в вашем приложении и ожидают новой версии, получали эту информацию сразу же. То есть, они сразу же опубликуют эту новость, они скачают этот RSS и узнают, что произошло обновление вашего приложения. Это очень удобный подход. Дальше существует множество форматов, ну вот здесь я назвал два самых главных, но форматов, которые основаны на XML и представляют собой ZIP с XML внутри. Ну вот здесь написано два основных, это Open Document Format и Open Office Open XML. Это два формата для офисных документов, соответственно, для Open Office и для Microsoft Office, которые представляются просто XML зазипованный. Ну там, то есть, несколько XML внутри. Соответственно, это позволяет с этими данными работать, даже если вы не являетесь Open Office или Microsoft Office. То есть, в принципе, когда все это стернетизировано, вы можете написать ваше приложение, которое, зная о том, какие там теги встречаются, ну просто выдрать все заголовки. То есть, если хотите построить углавление, вам нужно просто понять, как выделяются заголовки, какой стиль у них используется, ну и просто выдрать их. Никакой проблемы нет. Вот. Какие бывают альтернативы в XML? Давайте сейчас на этом слайде остановимся, чтобы тот не был виден. Какие минусы в XML? Размер. Размер, плохая читаемость, да, то есть, он действительно разработан, чтобы людям читать, было просто читать его, но все-таки перевес некоторый в сторону компьютера. То есть, компьютер проще читать, а для людей там слишком много избыточной информации. А вы что-то сказали? Тоже читаемость. А, тоже читаемость. Да. Вот, действительно, да, у XML есть некоторая громоздкость для различных серьезных приложений, вроде описания формата сервисов XML очень хорошо подходит, но если вы хотите что-то небольшое писать и легкое, то XML очень громоздкий, и там, действительно, есть очень много оверхеда за счет закрывающих тегов, примеру, Вот, соответственно, есть альтернативы, наверное, основная альтернатива это такой язык YAML, о-ху-ху-ху-ху-ху, тут нету еще одной строчки, видимо, надо перекомпилировать, YAML, у него есть две расшифровки, yet another markup language, и еще YAML ain't markup language, то есть вот это некоторое время была такая расшифровка, а потом переименовали вот в рекурсивный акроним, который означает, что, который говорит о том, что YAML не является языком разметки, строго говоря, он является таким дата-ориентированным языком, то есть вот XML он позволяет описывать там документы, сервисы и так далее, а YAML он ориентируется в основном на описание структур данных, и вот содержимых объектов и так далее. Соответственно, вот какие-то его тут преимущества, списанные из Википедии, значит, краток и понятен, выразительный и расширяемый, допускает простой потоковый интерфейс, в общем, язык, который сделан так, чтобы быть очень простым, легко читаемым и легко редактируемым в неукопии слайма. Значит, что такое, используя тот, какой потоковый интерфейс? Ватушка 5. Ну, в смысле, что чтение его можно читать, ну, так как у нас нет закрывающих тегов, то нам не нужно его ждать, и можно потоково читать его по частям. Вот. Ну, вот пример программы текста на Ямле, значит, вот у нас описано, что это, значит, рецепт, дата такая, значит, кастомер, у кастомера два поля given и family, дальше идут items, которые в этом чеке, соответственно, и дальше два айтема идут, соответствующие поля. Да, в данном случае Ямль допускает несколько различных разметок. Вот, одна из разметок это разметка с такими отступами. То есть, такой питон стайл. В данном случае вот этот минус означает, что вот дальше все это идет одна структура, да, и, собственно, вот. Значит, следующее, а, да, у меня просто дважды скопировалось. Ну да, вот я здесь написал int markup language. Окей, следующая альтернатива JSON. Значит, это язык, который появился благодаря JavaScript. значит, изначально это язык, который позволял записать объект в текстовом формате. Объект JavaScript в текстовом формате. Вот. Этот форматор сделан так, чтобы он был под множеством Ямля. То есть, Ямль также поддерживает работу вот синтаксис JSON-а, ну и какой-нибудь нормальный парсер Ямля будет у вас в том числе парсить JSON. Обратное неверно, но вот. Значит, JSON-а это дата-ориентированный формат просто по определению, да, как изначально это формат описания объектов на JavaScript. Соответственно, он очень легкий и позволяет вот описывать фигурные скобочки это объект, значит, вот квадратные скобочки это последовательность. Соответственно, вот font numbers, к примеру, это последовательность из двух объектов с полями type, с полями type, number, да, и все. Вот. Значит, этот формат, несмотря на то, что он изначально JavaScript-овый, он поддерживается кучей языков, и если вам нужно передавать небольшие структурированные данные, то это тот формат, который очень полезен. ну, наверное, кстати, и большие тоже полезно, да, вот если мы будем собирать данные поисковой системой какой-нибудь, то одни и те же данные, представленные в XML и в JSON, в JSON будут занимать намного меньше за счет просто того, что у нас здесь почти нет никакой избыточности, ну вот, можно убрать форматирование, здесь я был, в таком формате форматирование не обязательно убрать там лишние пробелы и так далее, и это будет достаточно емкое представление. Вот. Да. какая еще технология, про которую стоит упомянуть, связанная с JSON и XML? здесь у меня на слайдах нету, это технология AJAX, да, вот, это технология, которая там в свое время дала толчок к развитию сайтов нового поколения, и она заключалась в том, что ваша страничка, она содержит не только HTML, но она содержит также некоторый JavaScript. И вот этот JavaScript, он в тот момент, когда страничка уже отобразилась, он использует запросы к сервису на XML, то есть он умеет у сервера, вот, которого страничку загрузили, запросить некоторый запрос на XML и получить ответ. Соответственно, это позволяет менять содержимое страницы, не перезагружая ее, не переходя на новую страницу. Вот. Ну и это, собственно, то, что здесь у нас используется XML, когда вот эта технология, которая изначально была задумана для каких-то небольших изменений страницы, сейчас она используется как основной инструмент, вы заходите на страницу Gmail, и в этот момент после этого ваша страница не обновляется, то есть вы все время находитесь на одной странице, потому что в самом начале вы загружаете гигантский JavaScript, на котором все дальше работает. Для того, чтобы вот этот момент, ну и, соответственно, количество данных, которые вы здесь пересылаете по XML, она очень большая, и поэтому сейчас переходит вот вместо XML, здесь пересылают JSON. Если стало проще, то есть вместо того, чтобы переслать по XML непосредственно страницу, которая содержит, можно переслать какие-то данные конкретные, которые потом уже на месте локальным JavaScript обработать и превратить в страницу. Вот. Ну, вроде все, что я хотел рассказать. Давайте подведем некоторый итог. Значит, есть два подхода к хранению данных. Есть данные бинарные, есть данные текстовые. Текстовые данные, они очень полезны, когда вы предполагаете, что эти данные будет читать человек. Это первый плюс. Второй плюс, если эти данные вы хотите сделать переносимыми. Значит, данные в бинарном формате сделать переносимые намного сложнее по той причине, что компьютеры бывают разные, по-разному читают, у них разная битность, у них разный порядок байт, у них… ну да. Вот. И при этом бывают различные форматы всего этого. соответственно, у текста и форматов еще есть одно очень хорошее свойство, про которое все программисты должны знать. Тексты и форматы еще проще сравнивать. Если вы пишете код, то вы можете всегда посмотреть дифф с предыдущей версии вашего кода. Если вы писали на каком-нибудь языке, на котором программой является не код, а картинка, такие языки существуют, то сравнивать было бы не так просто, да, и, соответственно, понимать, что происходит. Вот. Но тем не менее у текстов и форматов есть большие проблемы с производительностью, есть проблемы с размером. Ну, это две связанные проблемы. Значит, мое мнение, когда нужно использовать текстовые форматы, когда нужно использовать бинарные форматы. Если вы работаете с сетью, то исключительно использовать текстовые форматы, потому что это позволяет вам использовать эти данные различными приложениями на различных языках написанными, и все будет хорошо. Если вы пишете программу, если вы пишете компьютерную игру, то вот это единственное место, где нужно отдать предпочтение данным бинарным, ну, просто потому, что размер сцены в какой-нибудь компьютерной игре, он в памяти занимает гигабайт, потому что количество всяческих треугольников, которые вы просто в один момент видите, оно астрономическое. Вот. Видимо, резюме все. какие-нибудь вопросы? Так. Все-таки тот вопрос, который я уже задал, мы ответили, но если всем понятно. Давайте. Это как потоковый интерфейс, мы можем читать, если как потоковый, правильно? Нет. Это как поток водовывода. Ну, давайте. В сути, можем получать этот см-п-кис давно, но там я с ямлом, да. А, получается, можно получать этот топик и попросить его на винту, правильно? Да, да. Ну, смотри, с XML-м тоже это может быть, да, я не говорю, что он, да, с XML-м тоже может быть, но с ямлем может быть, да. Наверное, наверное, XML-м это удовлетворяет, допускает простой потоковый интерфейс. Думаю, что это не разница. Ладно, спасибо.